Доброе утро! Что нам конкретно понадобится? Нам понадобится микс салатов, апельсин, грейпфрут, также нам понадобится камамбер и составляющие панировки. И соус мы используем на основе вишни и сахара. Так что будем учиться. Начинаем. Начинаем с того, что сделаем дольки грейпфрута и апельсина. Убираем лишние ингредиенты. Грейпфрут очень полезный фрукт. Помните, что лучше, конечно, его употреблять в специфические сезоны, когда он самый свежий, но тем не менее доступен он практически круглый год. Вот в нем огромное количество самых разнообразных витаминов. Ну а я, в свою очередь, хочу вам напомнить, что обязательно в день нужно употреблять хотя бы 300-400 граммов фруктов и овощей. Тогда мы сможем быть по-настоящему здоровыми и крепкими. Грейпфрут желательно обрезать без белых частиц, они будут горчить. Но, тем не менее, помните, что именно в этих перепонках содержится огромное количество антиоксидантов. Именно самыми разнообразными шкурками в последнее время советуют есть все фрукты и даже овощи. Теперь даже морковь и их картофель необходимо есть именно со скорлупой. Готовить их лучше именно так. Они принесут так больше пользы, хотя нам это абсолютно непривычно. Итак, ВОЗ рекомендует специальную систему под названием 5+. Это очень просто и одновременно достаточно тяжело. Ежедневно нужно есть как минимум 5 порций фруктов и овощей. 5 это минимум. Лучше 9 и больше. Каждый человеку своя порция. И высчитывается она абсолютно индивидуально. Количество порций зависит от того, сколько фруктов и овощей поместится в вашу горсть. Одну ладонь полную. Это может быть в среднем либо 2 мандаринки, либо 1 яблоко, 1 крупный помидор. Либо же это будет 1 стакан фреша. Главное, чтобы это была одна порция. Таких вам нужно съесть 5, а то и 9. Мы почти закончили с нарезкой цитрусовых. Угу. И можем приступить к соусу. Так, что нам для этого понадобится? Для соуса нам понадобится вишня и сахар. Их мы перебьем в блендере. Переступаем. Взбивали мы на протяжении 1 минуты до однородной консистенции. Угу. Получился очень вкусный, очень ароматный соус. Помните, что для этого мы можем использовать как свежую вишню, так и мороженую. Главное, тщательно ударить косточкой для того, чтобы не повредить нашей технике. Сейчас я подготовлю все ингредиенты для панировки сыра. Угу. Мы взбиваем яйцо. Это будет наш кляр. Также мы поставим разогреваться масло. А должна быть какой-то определенной температуры? Температура должна быть приблизительно 160-170 градусов. Угу. Нам потребуется вода. Так. Перебитое печенье сахарное, мука и перебитые орехи. Орехи можно использовать разнообразные, как грецкий орех, как фундук, как миндальный орех. Все зависит от вашей фантазии. Я использую фундук и с грецким орехом. Угу. Это классическое считание, всегда беспроигрышное, при этом так что это вкусно и интересно. Сыр мы предварительно положили в морозилку на полчаса, для того, чтобы нам легче было его формировать. Угу. Мы его окунаем в воду, затем в муку. Следующим этапом сыр отправляется в кляр. Так. Угу. И в сухари. В сухари из печенья. Я их перебил. Можно использовать самое разнообразное сладкое печенье. Лучше, конечно, если оно будет сахарное. Помните, что оно должно быть обязательно хорошо просушено. И подобную крошку долго хранить не нужно. Она все-таки постепенно напитывает себе влагу и теряет свои особые свойства. Поэтому лучше сделать его на один-два раза и сразу зарасходовать. Тщательно обволакиваем их. Угу. Следующим этапом мы кладем сыр в кляр и прогружаем их в сухари. Довольно длительный процесс, но результат того стоит. Итак, наблюдаем. Угу. Такими простыми движениями сыр покрывается орехами. Выглядит это действительно очень красиво. После обжарки будет еще гораздо вкуснее. При этом напоминаю, что температура масла должна быть 160-170 градусов. Это средняя температура, когда при погружении какого-либо предмета, допустим, используете веточку петрушки, он начинает очень сильно шкварчать, и сразу видно, что масло нагрелось. Ну что ж, приступим к обжарке сыра. Угу. Это происходит еще очень красиво. Забрасываете аккуратно для того, чтобы брызги масла не попали вам на кожу. Так можно с легкостью получить термический ожог. Это совсем неприятно. Горячее масло я сразу же убрал с плиты, чтобы орехи не горели. Обжариваем 30 секунд. Сыр. А потом обязательно покладите его на какую-нибудь салфеточку для того, чтобы избавиться от лишнего жира. Это тоже очень важно. Видите, буквально 30 секунд, и действительно, они приобрели очень красивый золотистый окрас, и станут прекрасным дополнением. Мне кажется, это же самостоятельное блюдо такое может быть. Я готов его презентовать. Прекрасно. В нашу зелень мы поливаем оливковым маслом. Угу. Тщательно перемешиваем и выкладываем в центр тарелки. Сперва зелень. При этом мы не солим, не перчим наш салат. Нет, нет. Он достаточно будет яркий вкус у него. Исключительно благодаря свежим овощам, фруктам и, конечно же, пряному сыру. Сыр можете использовать тот, который вы любите. В нашем варианте мы используем камамберну. Все-таки помните, что мы показываем базовый ресторанный рецепт. Вы фантазируете. Используйте те компоненты, которые в данный момент есть на вашей кухне. Главное, это готовить вкусно, интересно и полезно. Согласитесь, это простое блюдо, которое дома можно приготовить очень быстро, всего 10-15 минут. Но это шедевр. Соус вишневый. Ну и финальный штрих. Миндальные хлопья. Немного орехов. Их тоже есть нужно хотя бы одну горсть в день для того, чтобы запасаться необходимыми маслами. Красота. Согласитесь, приятно, красиво кушать ежедневно. Это еще и полезно. А мы готовим в ресторане Кадор на французском булеваре 66, дробь 3. Для вас только лучшие рецепты. Спасибо, Костя. А вам приятного аппетита. Приятного аппетита.